Путин подарил Китаю 9 миллиардов за счет скидок на нефть. Путин Россию все дарит. Какие скидки на нефть? Такая мелочь вообще. Пишут, что Россия не смогла войти в топ крупнейших торговых партнеров Китая. Какой топ партнеров, если 3% в товарообороте Китая занимает Россия? Три. Можете представить, как путинцы рассказывают, какой Китай для них торговый партнер великий. Конечно. Их все послали нахер, Китай. Их пока еще не послал. Он просто их заберет полностью и сожрет. 3% занимает. Вот 3,3%. Россия занимает лишь 3,3% в китайском экспорте размером в 3,5 триллиона. Ну, видите, китайский экспорт больше, в 2,5 раза больше ВВП России. Полтора триллиона ВВП. Китай за 9 месяцев 2023 года поставил в России товаров на 90 миллиардов. Ну, понятно, что за счет китайских товаров пока еще Россия как-то и путинская пока еще на плаву и держится. И обратите внимание, помните, Путин в декабре заявил, что Россия не отдаст, ну, когда он выступал, не отдаст свой суверенитет за колбасу. Китай отдает просто так, даже без всякой колбасы. Ну, условно, за колбасу. Говорит, не отдадим суверенитет. А с Китаем как же? То есть, американцам не отдастся за колбасу, а китайцам можно. И вот поменялась карта морских логистических потоков мировых. Так, вот она, видите? То есть, теперь вся логистика таким образом сосредоточена, что караванные пути идут вокруг Африки. Да, через Суэцкий канал почти нет никого. А через Персидский залив тоже. То есть, для кого это выгодно, вот этих усид? Прежде всего, для Китая. Почему? Потому что на 6 тысяч стоило перевозка контейнера 2 тысячи. Сейчас стоит 6 тысяч. Увеличилось там на 2 недели поход этот. Ну, что, за 2 недели 3 цены получается. Не надо ни грузить, ничего. Просто дальше везешь, и все. Дестопливо сколько там стоит. Можете себе представить, сколько работа команды 14 дней. И там амортизация этого судна. То есть, Китай очень здорово стал зарабатывать на этом. Просто невероятно. Поскольку это основной перевозчик-контейнер. То есть, все легтировозы. Ну, основная масса легтировозов как раз находится у Китая в руках. И если раньше он демпинговал, и здорово демпинговал, то сейчас раз цены поднял бы усиды. Ну, что мы можем сделать? Было 2 тысячи, теперь 6. Причем, обратите внимание, еще раз хочу показать карту. Это очень важно. Видите, тут показан просто караванный путь. Но не показаны порты Африки, в которые корабли-то эти заходят, чтобы дозаправиться, там воды взять, я не знаю, и так далее. Ну, в любом случае, они появляются в этих портах. А знаете, чьи все это порты? Это китайские порты. Все абсолютно, которые на пути. Вначале Китай хапнул весь, все легтировозы. Потом и одновременно все порты в Африке, даже те, за которые деньги должны были России. Помните, Путин простил долги, а порты забрал Китай. Потрясающе, да? А Путин простил долги за строительство, потому что строил Советский Союз. И теперь все, видите, замечательно. Он банкует. Так что вот где пора кричать, что же ты наделал, Джо Байт. И пишут, что китайские власти научились взламывать айфон. Да, вот исследователи из Китая смогли перехватить данные, передаваемые через iDrop, и таким образом установить номер телефона, электронную почту отправителя. Исследователи, специалисты, китайские специалисты. И вот мне говорят, а что выгодно Китаю? Вот это выгодно, там это выгодно. Я вам скажу, что любое действие выгодно тому, кто движется на волне времени. Мир всегда меняется в пользу того, кто движется на волне времени. Он никогда не меняется в пользу тех, кто эту волну пытается остановить, как сейчас капиталистический мир это делает. Поэтому, что бы ни делалось, это будет все время делаться на пользу Китая. Вот меня спрашивает, вторгнется ли Китай в Тайвань. Что я могу сказать? Китай вторгнется в Тайвань и Северная Корея, в Южную Корею только в том случае, если Путин затеет войну с Западом. Причем ядерную войну, серьезную войну. И в любом другом случае это невозможно. Я вам скажу, могу забиться на любые деньги, что никакого вторжения Северной Кореи в Южную не будет. По стрелушке вот эти постоянные шухер, там будет стабильно, и это нужно, безусловно, запугивание. Потому что сейчас Толстому надо реформы проводить. Без них он сдохнет. Ну как это страна, в которой нет там ни интернета, ничего. То есть ему нужно все это делать, и нужно, чтобы в этот момент, нажав спину, не было. И точно так же Сыдзинфину нафиг этот Тайвань не нужен. Ну так, если уж будет Путин там бомбами атомными швыряться в США, ну заберут на всякие случаи. А так-то он зачем? При вторжении Китая в Тайвань война обойдется миру в 10 триллионов, что соответствует примерно 10% мирового ВВП, Блумберг пишет. Ну при вторжении Китая война столько не обойдется, потому что очень быстро она закончится. А Тайвань, что думаете, спротивляться, что ли будет? Китайцы будут с китайцами воевать, что не украинцы с русскими, что не... Они этого делать не будут, поверьте. Во-первых, Китай не вторгнется туда, я уже это сказал, потому что они тоже не дураки, это же не Путин, идиот. А если вдруг это случится на волне того, что произойдет конфликт там Путина с Западом, там ядерный, да, то Сыдзинфин просто заберет. Даже без единого солдата скажет, ребята, вливайтесь. Они скажут, давай, да, ну я нафиг вот так вот херней мы этой занимались, там. Картину какую-то гнали, все, прекращаем гнать картину. Поэтому не будет никаких триллионов, не будет никакой войны мира из-за Тайваня, не будет. Поехали. Поехали. Продолжение следует...